Если они полагают, что человек, обиженный тем, что ему не выдали визу, завтра возьмет вилы и пойдет на Кремль, они тоже ошибаются, он не пойдет. Вообще, давать за границу советы, как делать революцию, ну приезжайте, попробуйте. Давать советы легко. Мне кажется, все это говорит о, наверное, плохом представлении о том, как в России обстоят дела. Я не защищаю сейчас россиян, я понимаю, что в глазах мира на них лежит пятно и на мне тоже, да. Но все-таки это люди. Это люди и люди очень разные. И не надо мазать их одной краской. Лично для меня ничего не означает, потому что я уже много лет являюсь еще и гражданином Израиля. А вот если говорить о, скажем, каких-то гастролях, на которые нас приглашали на протяжении последнего года, большое количество стран планировали, большой тур, это все сейчас подвисло под большим вопросом. Итак, европейцы перестали выдавать визы русским, всем без исключения, насколько я понимаю, даже хорошим русским, правильным, русским с хорошими лицами, тем русским, которых не устраивает путинская линия. Ну, понятно, в общем, о ком речь. Меня вот что удивило в ломентации Андрея Вадимовича. Собственно, машина времени там сейчас состоит из трех человек. Самого Макаревича, Кутикова и Ефремова. И Андрей сказал, что у него есть израильский паспорт, это вообще известно. Про Кутикова там даже пречи нет. Он в советские времена умудрился, получая в 16 лет паспорт, дать взятку в 5 рублей инспектору, чтобы ему в паспорте в пятой графе слово «еврии» написали с большой буквы. Так что понятно, что у него тоже есть израильское гражданство, Валера Ефремов. Ну, да, он единственный нееврей в машине с евреями, если пользоваться терминологией Петра Подгородецкого. Ну, я Валеру очень хорошо помню. С 80-х он был очень практичным человеком. Наверное, самым практичным на самом деле, хоть и не еврей. Самый практичный из всех музыкантов коллектива. Странно было бы подумать, что он за эти годы не обзавелся каким-нибудь гражданством или видом на жительство. Делать это не хитрое. Возможно, речь идет о музыкантах, которых привлекают, о машинистах к своим гастролям, или о других командах, с которыми выступает Андрей Макаревич. Не хочу нарываться на раздраженный тон и спрашивать у него, в чем именно там проблема. Но мне показалось, что Макаревич огорчен экзистенциально. То есть, не только потому, что теперь не будет гастролей у него и у его коллективов, но о том, что это застало его врасплох. Я с детства склонен к перемене мест. Это его строчки. Он очень всегда цилил свободу передвижением. Кстати, в юбилейном интервью с ним об этом говорили. Он сам эту тему упомянул. Но теперь немножечко все будет сложнее. В том числе и для Макаревича. 50 лет машине времени. За 50 лет что осталось в нынешнем Андрея Вадимовича Макаревича от школьника, какой, 19-й школы, да? 19-й. 19-й школы Андрюша, который создавал этот коллектив. Ну, во-первых, вешние музыкальные привязанности. Может быть, они несколько расширились. Но поспорил, поспорил джаз, не слушал Андрюша Макаревича. Слушал, очень любил. С папой слушал все время. Просто какое-то время о жизни на него не было времени совершенно. Я думаю, что представление о добре и зле, представление о том, что красиво и что некрасиво, ну, и вообще какие-то вот жизненные приоритеты. У меня как хотелось путешествовать, так я и хочу. Только тогда я думал, что я так и буду всю жизнь хотеть. А теперь оказалось, что есть такая возможность. Спасибо Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич Горбачев не Ельцин. В смысле, его Ельцину не спасибо. Ну, как бы уже все было сделано до Ельцина. В этом смысле. Я и с Макаревичем не ссорился. С Макаревичем, кстати, вот на самом деле Макаревичу ты какую-то услугу оказал, потому что вообще не секрет, что високосное лето, вот в тот период звездный, когда там был и Фремов, и Кутиков, собственно, половина машины времени, была самой сильной командой перспективной. Потом ты, не ссорясь, каким-то образом расстаешься с этими двумя, они переходят к Макаревичу, и машина времени, передачку-то со второй на четвертую резко и рванула. У нас в руководной роли свобода, как можно удержать музыканта? То есть с Кутиковым и Фремовым ты тоже не ссорился? Абсолютно. У нас очень хорошие отношения. Ну, Макара, это отдельная история, это разговор в кадре. Я давно перестал его понимать. Чем он живет, в чем его философия. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. 24.